В данном видеоролике я хотел бы вам рассказать, как пройти Facing Dancer очень легко, вот. Но для начала я вам хочу объясниться, почему следующий ролик вот вышел не как получить стеклянного кота. Просто вот я вам говорю, я работаю, у меня прям очень мало времени, а вот Facing Dancer, именно ролик про это, очень легко в исполнении сделать. Вот как получить стеклянного кота, чуть подольше, поэтому он выйдет либо завтра, либо после завтра, дорогие друзья. Вот, но перед этим я хочу вам сказать, что Facing Dancer очень легкий, за него даются 2 кайтикета или даже 3. Это просто фармы кайтикетов, а если вы фармите кайтикеты, значит вы можете фармить и раэртики. Смотрите, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. Берете просто 2 котов, и на самом деле он очень легкий, 2 котов. Один Джурасик, который есть у каждого абсолютно, а второй, вот это уже посложнее вопрос. Это уже, там суперка, но сейчас чуть позже вам ее покажу, потому что сначала нужно поставить Джурасика. А потом уже эту суперку. Так. Где она у нас? Так, 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 так. Вот тут вот. Смотрите, эту суперку вы получаете в уровне The Rolling Dead. На него, кстати, гайд я скоро сниму. Кстати, вы смотрите, я сделал опросник, снимать ли мне, как получить вот этого вот кота, чтобы проходить Facing Dancer. Вот, смотрите, вы ждете, когда у вас будет где-то 1200, да? Ждали? Оп, кидаем ее, и чуть-чуть подождем, и кидаем Джурасика. И все, уровень пройден. Абсолютно вот двумя котами, просто уровень весь пройден, где написано Deadly. Уровень Deadly проходит со двумя котами, просто двумя. Не там, с памятями не нужно, просто два кота вынесут сейчас легко этот уровень. Прям на изи. Вот, смотрите. Оп, даже Джурасик первого раза кританул, но это не важно. Джурасик может быть даже в первой форме. А, ну блин, тут даже Джурасик все сделал. Суть в том, что вот это вот стопроцентно кританет, если вы выпустите такую же тактику, как у меня. То есть Джурасик должен ударить по базе, и этот удар генерирует выход железной, точнее металлической головы. И тогда, когда она вылетит, она подойдет к Джурасику, а вот эта вот суперка, она вынесет ее со стопроцентным шансом, даже если Джурасик не кританет. Поэтому я считаю, что Фейсинг Данжер прям очень легкий, получается, дедлив уровень, и его может пройти каждый. Тут только загвоздка в том, чтобы, как получить вот эту суперку. Вот, но об этом вы узнаете чуть позже, если вы вообще захотите, потому что, не знаю, вот, мне кажется, у многих уже этот код есть. Но если вы хотите гайд, переходите в сообщество, и там я сделаю опросник, сделать ли мне гайд на Роллинг Дед или нет, или просто я сделаю опросник, какой мне следующий ролик делать, вот. Ну, следующий ролик уже, по-любому, будет, как получить стеклянного кота, а вот уже после него вы выберете скоро. Вот. Что нам выпало? Нам выпали коти, это жалко. Ну и, дорогие друзья, вот так у нас получился ролик, смотрите, у меня уже 28 рейт-ликетов, 3000 банок, на 5000 подписчиков чувствую будет жара, потому что я это все куплю на 5000 подписчиков. Вот, ну и всем удачи, всем пока, до новых встреч, ждите завтра, получается, ролик, как получить стеклянного кота. Всем удачи, всем пока.